Добрый вечер, дорогие телезрители! Программа «Главное» начинается. Сегодня у нас в гостях зампредседателя парламента Республики Молдова Александр Слусы. Добрый вечер. Добрый вечер. Продолжение следует. Объявляет о сокрушительной победе. Это правда? Правда что? Что победят без заговорочной? Что победят? Ну, я бы все-таки немножко был бы объективным. Мы никогда не любили бросаться громкими фразами и говорить о безоговорочной победе. Ситуация очень непростая политическая. Мы видим, что происходит объединение сил на том фланге, который мы условно всегда почему-то называем левым. Когда как? Левый в каком плане? Тут надо опять же понять, что ли там левого. Ну, скажем, те, кто относит себя к антиевропейцам и евроскептикам. Давайте так сформулируем, потому что доктрина лево-право. Если Додон – это социалист, тогда я папа римский. Но это другой вопрос. Мы там видим достаточно серьезную мобилизацию. Мы видим создание того блока, который кому-то еще две недели назад казался невозможным. И мы видим, что там делаются все усилия, прикладываются все усилия для того, чтобы ни один голос на левом фланге, условно левом, не был потерян. Поэтому я рационально подхожу, и мои коллеги подходим рационально к этому делу, потому что очень сложно сказать сейчас, как сложится ситуация в условиях, когда на условно-правом, правоцентрическом сегменте мы не видим того единства, которому мы неоднократно призывали. И мы всегда говорили, что если бы сейчас сделать единый блок, такой, скажем так, широкий фронт нескольких проевропейских национальных партий, то тогда бы я бы вам сказал сейчас, что сокрушительная победа, и мы получим 60 и больше мандатов. Но коллеги из партии Действия и Солидарность приняли решение, что они идут самостоятельно. Мы приняли к сведению эту позицию, и здесь, конечно, существуют определенные проблемы. Я не могу говорить о сокрушительной победе, об этих торжественных репитетах. Я бы опустил, потому что, еще раз повторяю, если с левой стороны мы видим эту коагуляцию, здесь вот на этом сегменте ситуация сложнее, потому что не получилось этого единого фронта. И дальше, конечно, будет все зависеть от мобилизации электората. Дальше будет зависеть от того, какие партии пройдут, какие партии не пройдут. Четко могу сказать сейчас одно, в чем мы абсолютно уверены. Без платформы, да, в следующем парламенте не может быть создано проевропейское большинство и стабильное проевропейское правительство. В этом я убежден. Что будет дальше, поживем, увидим. А что подвигло ПАС к таким разногласиям тех партий, которые были вместе? Я думаю, что результаты президентских выборов сильно повлияли на это решение. Мы неоднократно говорили, что все-таки нельзя, во-первых, нельзя так правильно говорить, что все голоса, отданные во втором туре, особенно были за госпожу Санду. Это был явный афронт по отношению к Додону, который превратился в символ политической коррупции. И даже очень многие люди, которые не разделяли, не имеют любви к госпоже Санду, голосовали за нее против Додона. Это было голосование против Додона. Этот миллион граждан, про которые говорят, что он был за Майя Санду, он был против Додона. Плюс президентские и парламентские выборы, все-таки это две вещи разного характера, разного момента. Здесь не так анализируется. На президентских выборах с самого начала была эта поляризация. Кто имеет шансы, только два кандидата. На парламентских выборах больше партий имеет шансы пройти 5-процентный барьер. Поэтому и этот момент будет сказано. На мой взгляд, здесь есть избыточная самоуверенность коллег от ПАС о том, что им не нужны союзники и не нужен этот блок. Ну, критиковать нет смысла. Мы предложили, мы даже сейчас еще, видите, мы не торопимся со списком. Мы сейчас, это в крови у нас у платформы, да. Мы в 16-м году, когда создались как партия, это у нас была как бы наша АТУ, потому что мы создавались нетипично. И нам всегда вот этот вот романтизм, он нам боком часто выходил. И мы из-за этого пострадали как партия. Но вот тот факт, что мы всегда стремились к единству, отказались от участия в президентских выборах, когда были на пике, и все сделали, чтобы создать блок АКУМ, мы всегда стремились к единству. И даже сейчас, когда уже, к сожалению, ПАС принял то решение, какое принял, мы все равно стараемся и дискутируем с гражданским обществом, с некоторыми другими партиями. В том плане, если можем создать хоть какое-то объединение, если все люди, которые разделяют наши принципы, наши убеждения, могут идти вместе с нами, и мы можем как-то объединить как можно больше людей. И не допустить распыления голосов, учитывая особенно уже тот факт, что ПАС идет самостоятельно. Мы и сейчас прилагаем усилия для того, чтобы объединить. Так устроено. Наверное, такими мы уже и останемся. Мы всегда были за единство и готовы были в ущерб своим интересам отдать от себя, что очень не свойственно для политической палитры Республики Молдова, где всегда 30 лет превалировал политический эгоизм. Я понимаю, почему. Но вот мы такие, какие мы есть. Нас уже не изменить. Да, но основная фишка борьбы с коррупцией и приход хороших людей и самых крутых профессионалов у ПАС. Вот такая фишка. А у вас такой фишки нет. Что, у вас нет профессионала? Ну, мы можем, конечно, очень долго спорить по поводу профессионалов. Я не спорю, я спрашиваю. И у кого команда профессиональная, я никого не буду критиковать. Я просто скажу, что если вы посмотрите график, который официально дал парламент по поводу продуктивности всех фракций в парламенте, у нас в контексте количества инициатив, разделенное на количество депутатов, мы самая продуктивная фракция. Даже наши оппоненты, как бы они нас ни критиковали, какая бы пропаганда против нас ни велась, они не могут не признать, что наша команда в парламенте высокопрофессиональная. У нас примерно 160 законодательных инициатив за два года, из которых примерно 50 было принято. Во многих направлениях мы можем сейчас, я наизусть помню, потому что каждую инициативу приходилось отстаивать с боем. Это же не просто с позиции оппозиции пробивать свои инициативы. И не помню ни одного законопроекта в парламенте нашего, который был бы принят скандалом, из-за которого бы не проголосовали бы почти все депутаты. Настолько приходилось качественно работать, начиная от социально-экономического развития, поддержки фермеров, поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки врачей, поддержки учителей, децентрализация, больше денег в местные бюджеты. Все наши эти вот мы реализовывали, поддержка отечественного производителя. Мы с вами и здесь неоднократно говорили на эту тему. Нам удалось провести очень много проектов. Поэтому в плане профессионализма, без критики, я считаю, что платформа «Да» имеет очень высокопрофессиональную команду. Что касается борьбы с коррупцией, это также наша линия, в которой мы, платформа «Да» появилась как партия в тот момент, когда украли миллиарды из банковской системы. И коррупция того политического класса, воровство, прогнившая система, она всколыхнула ситуацию, и так мы появились как партия. Поэтому я думаю, что мы можем дать сто очков вперед любой политической партии в конкуренции идей, в конкуренции профессионализма. Причем мы это зачастую делаем без излишнего пиара. А зря, потому что вот с коррупцией все борются, партии, да? Ну, каждый может. Но что-то коррупция все время побеждает. Да, коррупция побеждает, но вот мне интересно совсем другое. У всех партий нет каких-то базовых планов, которые они могут озвучить, как и где, когда бороться с коррупцией. Именно. Но одной партии нет. Вы понимаете, планов можно написать очень много. Да, но затем следовать им. Стратегии видео, у нас уже можно дом выстроить в 16-этажной по количеству стратегий. Вот там они все пылятся. Надо просто понимать, что без обновления политического класса, без того, чтобы в парламенте сидели люди, которые не участвовали в схемах, которые живут на эту депутатскую зарплату. И именно реально они хотят это делать. Которые борются с этими схемами. Коррупция ведь что? Это схемы. Это схемы, схемы, схемы. И вот сейчас это правительство, которое есть, оно вообще ничего не делает. Там остались в основном схемщики. И мы знаем, что это было давно. И это олигархический капитализм на этом построен был в Молдове. И все, что нужно, это как можно больше честных людей в парламенте, которые могут прийти и сказать, смотрите, за два с половиной года ни один депутат платформы «Да» не попал в сферу агентства по неподкупности. Ни один депутат, это рекорд, все остальные фракции попали. Хоть кто-то из этих депутатов попал. Никто из наших депутатов не приобрел за эти два с половиной года, я вот сейчас специально посчитал, недвижимость, машины. Поэтому мне в этом отношении просто говорить о борьбе с коррупцией, потому что начинать надо с себя. Вот я готов каждого депутата платформы, да, я знаю, что они два с половиной года делали. Я знаю, что у нас не было никакого лоббизма. У нас никогда к нам никто не приходил, не пытался давать деньги за какой-то законопроект. Мы никогда не участвовали ни в каких сговорах. И вот такое надо продвигать везде. Законодательство. У нас неплохое законодательство по борьбе с коррупцией. Да, нам нужно ужесточить наказание за коррупцию. Нам нужно четче определить, что такое незаконное обогащение. И уже начинать его применять повсеместно. И конфисковывать имущество коррумпированных не только на бумаге, но и реально. Но законодательство у нас в принципе нормально. У нас проблема в том, что те, кто попадают в парламент и в правительство во многом, они идут туда охранять коррупцию. Вот и все. И вот если мы эти стратегии, мы можем сейчас очень много умных вещей говорить, что надо сделать 28-ю стратегию, попросить денег у наших внешних партнеров, чтобы написать 30-ю стратегию. Но начинать надо с себя. Вот если идут люди, которые реально хотят с этим бороться, смотрят, что надо поменять в законодательстве. Потом люди приходят в правительство. И вот так оно постепенно, постепенно... Конечно, ничего этого нельзя будет сделать без реальной реформы юстиции. Борьба с коррупцией должна идти рука в руку с реформированием юстиции. Вот здесь у нас непаханное поле. Сколько лет реформируют юстицию? Напомните мне. А кто ее реформировал? Я уже в сознательном возрасте, когда я стал интересоваться политикой, это где-то с начала 90-х годов, ее все реформируют. Так ее реформируют, что вообще довели до ручки эту юстицию. Но мы возвращаемся к вам к пункту первому. Кто ее реформирует? Ее реформируют те, кто не заинтересован в ее реформе. Да, а куда уходит день? Европейские компаньоны. Да, конечно. 100 миллионов дали. Больше, по-моему, уже. Нет, я ориентируюсь на то, что я знаю. Давали при Воронине, потом давали при всех альянсах, которые были, давали при Плохотнюке. А куда ушло все? Вот ушло на туалеты, судов. Бумага, я не думаю, что там много. Туалеты судов, залы оснащены микрофоном. Все там красиво. Сейчас вы в любую судебную инстанцию в Кишиневе придете. Там все прекрасно, все великолепно. Только те же судьи остались. И они в этих условиях, в модернизированных судах, также берут дальше взятки. Также используется политическое давление на них. Я думаю, что пока мы не проведем оценку судей, причем я не верю, что ее можно провести. Мы всегда были за более радикальный подход. Я не верю, что унтер-офицерская вдала сама себя высечет. Что судьи сами себя переоценят. И у нас все будет хорошо. Это мечты. Это мечты. Нам все равно нужны будут вот здесь. Я, например, всегда отстаиваю интересы отечественного бизнеса по отношению к иностранным. И горжусь этим. Хоть и говорят, что надо осторожнее. Я считаю, что в экономике мы должны иметь какую-то свою автономию. И понимать, что если мы не будем поддерживать наших фермеров, наших отечественных производителей, мы сдохнем с голоду скоро. Или потеряем последнее население. А вот в плане реформы юстиции, вот здесь, в этой среде я бы ввел внешнее правление. Потому что мы сами уже настолько, вот вся эта каста, прокуроры, судьи, меняйтесь как хотите. Меняются, делают, что хотят. А в реальности ничего не происходит. Пока это все-таки не войдет под гиду внешних партнеров, мы ничего не сделаем. Должна быть комиссия, которая год будет оценивать имущество этих судей, их решения. И решения этой комиссии должны быть обязательны для высшего совета магистратуры, для высшего совета прокуроров, для президента, для всех. И вот после этого нужно отсеивать судей. Я уверен, что мы две трети. Нужно, надо детекторов жип посмотреть тоже, поставить как один из элементов. Но две трети судей, я думаю, сейчас все судьи и прокуроры с озвостью слушают то, что я говорю. Но две трети судей и две трети прокуроров мы поменяем таким образом. В другую, в другую систему я не верю. Если мне кто-то скажет, что есть альтернатива, и что постепенно, постепенно, лет через 20, может быть, судьи поменяются, придут молодые. Я уже вижу, приходят молодые, есть судьи нормальные. Но система так устроена, что тебя либо выбрасывают из этой системы, либо ты дальше должен играть по правилам этой системы. И это замкнутый круг. Пока мы не разорвем эту цепь внешним фактором, ничего не будет. Да, но к вам тоже предъявляют претензии. Вот я прочел о том, что вы осуществляете рейдерский захват карьера. А что вы говорите? Который вы приезжали и обвинили о незаконной добыче наших государственных запасов. Вот я сделал... Вы читали об этом? Я не то, что читал, мне уже гражданин Никифорчук, которым должна давно заниматься прокуратура, он уже направил мне предварительно иск в суд. Потребовал, чтобы я извинился перед ним. Жалко, что я не взял все документы, которые у меня были по этому карьеру. Я хочу, чтобы наши граждане понимали. Вот у нас есть 180 карьеров, которые работают. К ним есть вопросы тоже. Есть вопросы по поводу платы, которые они платят за использование этих недр. По поводу учета, по поводу того, как отводится периметр. Я вник досконально в эту проблему. Потому что я член комиссии следственной парламентской по этому вопросу. И у нас есть достаточно хороший консенсус между представителями разных фракций, за исключением Шора по этому вопросу. Так вот, все эти карьеры со всеми своими проблемами, они самые честные люди по сравнению с тем, кто управляет карьером Николаевского. А почему вас объявили все-таки, что рейдовский захват осуществляют? Ну вот потому что... На чем основа? Основано на том, что когда мы полгода... Полгода мы просмотрели все документы, все проверки, которые были в этом карьере Николаевского. Там, ну если я скажу слово грубейшее нарушение, это будет мягкое слово. Два документа, которые есть на этот карьер, это отвод земель советских времен и договор аренды между Министерством сельского хозяйства, тогда оно было регионального развития и этим карьером, на использование этого периметра. Вот всего два документа, которые есть. Большой вопрос, как этот договор был составлен. Большой вопрос к тому министру, кто тогда был. Но самое главное, что уже во времена правления, когда было правительство КИКУ, было дополнительное соглашение к этому договору аренды. То есть, ясно, откуда они появились. Больше, Сергей, там нет никаких документов. Ни документов от агентства по экологии. Вообще ни одного авиза нету на то, чтобы можно пользоваться этими недрами. За последние пять лет, за счет неучтенного камня, неучтенного камня, который оттуда добывался, ущерб составил 700 миллионов лет для бюджета. И это отражено во всех актах. Учета, значит, оценки обязательного проекта на любой карьер нету. Оценки резервов нету. Периметр, отведенный им, принадлежит ни карьеру, ни акционерному обществу, а при Марии и земли, которые там используются, они сельхозназначения. Они даже не поменялись. Это я вам перечислил только самые такие... Так на чем они основывались, обвиняя вас в рейдерском захвате? А в том, потому что нам уже с моим коллегой-депутатом Карпом пришлось в ручном режиме. Мы видели, что полгода вызывали на комиссию всех представителей этих органов, Министерства сельского хозяйства, все агентства, агентства геологические, агентства экологические. Закройте карьер. Расторгните договор аренды. Передайте другим, потому что там же люди. Люди хотят работать. Расторгните договор, сделайте аукцион. Будет другой. Почему Клином сошелся на этом карьере? А он с 2017 года вошел в процедуру банкротства. И вошел не просто так. Как раз тогда поменялись собственники в 2017 году. И вот именно с 2017 года господин Никифорчук контролирует этот карьер. И мы полгода мы это поняли, потому что вот так вот сидели. Так он контролирует? Конечно. Он и сейчас контролирует. Просто вы сказали в прошлое время. Нет, с 2017 года он контролирует. С 2017 года. Контролирует. Да. И мы вызывали этих представителей агентств. И они вот так вот сидели. Почему вы туда не идете? Почему вы не опечатываете карьер? Почему вы не начинаете расторжение договора? Государство наносится ущерб. Вот так молчат. Министр сельского хозяйства несколько месяцев не брал трубку. Просто вот тот его председатель комиссии пытается вызвать. Он не берет трубку, не берет трубку, он не приходит. И мы тогда, я тогда не знал еще сути. Я тогда понял, что это проблема. Экономический агент, сосед, которому попытались забрать землю, он тогда первый написал на это. И вот мы вызываем контролирующие органы. Мы не можем. У нас нет процедуры. Показываем им по закону процедуру, что вы можете опечатать карьер. Да, процедура есть, но мы никогда ее не использовали. Мы должны подумать, как ее использовать. Еще несколько недель. И вот полгода, сегодня-завтра, сегодня-завтра. А они собирают, убытки растут. Предприятие в банкротстве. Мы туда раз приехали, два смотрели. Там вообще в ручном режиме. Этот менеджер из Кишинева управляет, который по несостоятельности. Это человек Никифорчука. Он там, понимаете, предприятие как бы в банкротстве, но как бы работает. А если оно, допустим, в банкротстве, там пеня не начисляется. Там приостанавливаются определенные платежи по отношению к бюджету. Так это же лафа. Так 10 лет можно банкротиться. И уже когда мы это все увидели, и на фоне этого правительственного бардака, мы сказали председателю комиссии, поехали, берем этих представителей с агентства, идем и опечатываем этот карьер сами лично, потому что другого выхода нет. Это не наша работа. Здесь следует вопрос. Следует у меня вопрос. Почему вы не подаете в суд на клевету? А, на это? Нет, на это вы в прокуратуру не обратите внимания. Это как всегда. Я имею в виду вот за клевету. Да много численно этому Никифорчуку, чтобы я ему еще буду рекламу делать. Но я имею в виду этот сайт, который выдал первый эту информацию. Понимаете, я настолько, и мои коллеги из платформы, да, мы настолько в этом отношении чисты, что на какие-то сайты, проплаченные Никифорчуком и еще кем-то по поводу рейдерской атаки, я приглашаю всех журналистов. Если они у меня или у моих коллег найдут хоть какой-то интерес в карьерах или в каких-то других вопросах, найдут какое-то неучтенное мое имущество, землю, хоть одну сотку земли найдут, я им все подарю. Я настолько чист перед законом, что меня не колышет то, что написали эти сайты. Я знаю, что никакого радио... Но они основывались не просто так же, просто от балды. Они основывались вот на том, что заплатили им, вот на этом они и основывались. Мы все, что вся наша... Я допускаю, мы превысили наши полномочия с господином Карпом. Когда приехали. Когда приехали туда, потому что на фоне импотенции всех государственных органов и крышевания этого карьера, у нас не было другого выхода. Когда государство не функциональное уже, уже нет другого выхода. Мы как депутаты пошли и просто взяли этих представителей агентства. Мы там приехали один раз туда. Они поехали за печатью. И причем все разбежались. Нас не пустили вовнутрь. Грузовики перестали возить камень. Мы пошли туда. Представители власти сказали, что сейчас мы опечатаем. Они поехали за печатью, за этим сиделем. У них опять этого не было. Я не успел уехать. И я вижу, как в том фильме. Кошечка, ну дай хоть чуть-чуть. Пока приедут эти через два часа, куча грузовиков, поехало хоть что-то еще этот камень. И нам пришлось просто встать на пути этих. И пока приедут эти с печатами, мы стояли, ждали. Не давали грузовикам проехать. Потом приехали законные власти и опечатали этот карьер. Мне очень жалко. А он опечатан сегодня? Он опечатан сегодня. И уже наконец-то мы получили с большим трудом от Министерства сельского хозяйства процедуру, что в три месяца будет расторгнут договор. Нам очень важно сейчас что? Для меня сейчас самое важное, чтобы люди, которые там работали, я понимаю тех шоферов, они на нас тоже кричали. Они из них высасывают все соки, они делают себе миллионы, покупают машины все эти себе, а людям платят 4 тысячи лень за ночные смены. Это вот все, что они имеют. И у людей нет другой работы. И я их понимаю. Я хочу, чтобы как можно быстрее этот договор был расторгнут. И чтобы Министерство нашло другого пользователя недрами, потому что недра принадлежат народу. А тот, кто идет, он может только брать его в пользование, чтобы быстрее провели аукцион, и чтобы добросовестный предприниматель дал людям быстрее работу. Но дальше так, что кто-то делает сотни миллионов, высасывает государственные недра с огромными нарушениями, делает черные схемы там, прикрывается банкротством, а платит людям копейки и делает это демонстративно, плюет на все государственные органы, такого быть дальше не будет. Да, ну и с экологией у нас тяжеловато. Мягко говоря. Ну, здесь мягко говоря тяжеловато, да, вы правы. Очень меня волнует загрязнение Днестра. Вот, ужас. Да? Подъезжал, смотрел. Никому из правительства и нашим экологам, я имею в виду государственным экологам, экологическим. Они бьют тревогу. Бьют тревогу. Спасибо им. Они говорят, они показывают всю эту проблему с тем, что... И как она решается. И как она решается. И как она не решается. И что у нас существует риск потери Днестра. Почему господина Трамбицкого не приглашают? Его приглашают, но его не слушают. Он очень активен в этом плане. Ну, он... Я считаю, что его роль в этом... Убедителен очень. Он очень убедителен. Он приводит примеры, что нужно делать. Он дает решение, что нужно делать на границе. Как нужно решить эту проблему с арендой той земли. Что нужно жестко разговаривать с Украиной. Что нужно поставить условия. Это понятно. А почему реакции нет? А реакции нет. Но его не слушают. Почему не слушают? Потому что у нас не функциональная государственная система. А что слушать? Там же есть, опять же, свои интересы. Когда эту границу отдавали, там тоже были свои интересы. Опять же, Украина, она, в отличие от нас, очень здорово умеет отстаивать интересы свои. Нам надо поучиться. Так вот мы потеряли нашу собственность в Украине. И я не могу даже кинуть камень в них. Они были в своем интересе. Вот они сейчас делают все возможное, чтобы быстрее вся молдавская собственность за бесценок перешла в собственность Украины. Причем не Украина как государство, а украинских олигархов, украинских там этих. Но они борются за своих, за то, чтобы свои люди получали там рабочие места, чтобы там было больше доходов в украинский бюджет. Вот они так отстаивают свои интересы. Это сейчас. Украина всегда так отстаивала. Хорошо. А вот мы... А мы не отстаивали даже наши бензоводы в России? Вообще. Вообще не отстаивали. Даже никто не озвучивал эту тему. Да, мы не озвучили, насколько... Я озвучивал здесь и задавал вопрос. А мы не знаем. Не знаем мы и все, что не знаем. Вот так же вот карьеры вот эти. Вот мы говорим, тему карьеров. У нас два карьера. Первомайск и Черновцы. Наши молдавские карьеры. Я помню в 2011 или 2012 году, когда была вот эта вот ситуация с границей. Я помню, как тогда министр экономики господин Лазар говорил. Мы отстояли наши интересы. Мы отдали какую-то часть земли Украине. Но зато мы получили два карьера за рубежом. Отдав эту землю тогда... Отдав эту землю, мы получили проблему с гидроэлектростанцией. Мы получили сейчас постоянную проблему, что они строили, строят и будут строить. И только при поддержке внешних партнеров мы как-то давим там, чтобы была сделана хотя бы экспертиза. Чтобы был импакт установлен. И там вот этим мы как-то еще боремся. А взамен мы получили два карьера, которые, значит, один с 2012 года, другой с 2015 года уже не имеет лицензию. А я вот, чтобы вы на секундочку поняли, карьер, камень в Первомайске, Николаевской области, запасы камня, ценнейшего в Молдове нет такого камня, на 180 лет. На 180 лет. И вот мы в 2012, в 2015 году эти два карьера потеряли лицензию. Юридически они не работают. Фактически там работают все, кому не лень. Там есть новейшая линия по переработке камня. Все соседние карьеры ее используют неофициально. Деньги идут в карман тому, кто там называется директор. Более того, в 2019 году пошел процесс рейдерской атаки. То есть они накопили уже большие долги. И в одном карьере, значит, параллельно регистрируется такая же фирма, с таким же названием, только частная. И активы начинают перетекать туда. Последние во втором не успели. Они сделали, остановили это. Но факт то, что эти два карьера сейчас имеют огромные долги. Юридически они не могут работать, потому что нет лицензии. Один из карьеров уже затоплен. Там вода. Там надо откачивать воду, чтобы понять. И сейчас ребята, которые связаны с другим депутатом, товарищем Андронаки, приходят и говорят, а мы эти карьеры уже потеряли. Давайте мы подумаем, как их передать украинской стороне за копейки, а может быть даром, чтобы они только долги выплатили. Потому что там один карьер уже 3 миллиона евро долга накопили. И вот скажите мне, что вот это переговоры, вот этот государственный человек, который эти два карьера, два карьера мы уступили территорию. Почему не привлекают к ответственности тех лиц, которые пропустили данные схемы? Уголовное дело по карьерам возбуждено в январе 2021 года. Мы потеряли лицензию в 2012 по одному карьеру, в 2015 по другому. 7-8 лет это было в администрировании. Сначала там был концерн Инком. Потом в 2018 году это перешло введение агентства публичной собственности. Вот все это время никто ни разу не подал ни одного заявления в прокуратуру, что происходит на этих карьерах. Ни разу ни в одном правительстве не было обсуждено, что происходит с этими двумя карьерами. Когда я получил вот эту первую информацию, я даже не знал. Вот когда я пришел в парламент, я не знал, что у нас здесь два карьера вот этих вот. Я когда поднял всю собственность Украины, мне говорят, а что ты только говоришь. Ну я знал, что есть у нас санаторий Трусковец, потому что я там рядом гулял, пил водичку. Я знал, что у нас большие проблемы на побережье. Но я не знал, что есть эти два карьера. Когда я посмотрел, что там происходит, что происходило за эти 10 лет, я ужаснулся. Эти людей надо сажать пожизненно. А первое уголовное дело возбуждено в январе 2021 года. И то, по какому факту? По факту того, что там была осуществлена попытка рейдерского захвата. Вот то, что я вам сказал. Вот эта вот перекачка, то есть все. Подождите, ребята, а до этого? Почему мы потеряли лицензию с 2012 года и с 2015 года? Почему карьер не работал все это время? Почему деньги эти не... Что было там? Что там происходило? Что происходило эти 8 лет? Кто ответственный? Кто ответственный? Кому мы подчинялись? Никто не знал. Это был концерн. Потом с концерна это перешло на Министерство регионального развития. Потом перешло на Агентство публичной собственности. Вот каждый этот вот... А я пришел 3 месяца назад, а я 2 месяца назад, а я не знаю. У него сидит в Агентстве человек Андронаки, вот уже год. И он ездит туда и договаривается с этими карьерами, хочу-верчу, запутать хочу. Я не говорю, что только они виноваты. Эта схема была с 2012 года. Но сейчас там задача просто быстро, за бесценок отдать эти карьеры вообще за ноль. А что было до 2012 года? До 2012 они работали, приносили какие-то доходы. Государству? Да, какие-то... В Молдове? В Молдове, да. Это 2 государственных предприятия. Зарегистрированные в Республике Молдова и зарегистрированные и в Украине. Наша собственная. Вот с 2012 года один карьер потерял лицензию, с 2015 года другой карьер. Вы представляете? Это преступление. Потому что вместо того, чтобы приносить деньги, 180 лет там можно вот этот камень, приносить деньги Молдове, они генерировали убытки. Они работали на себя там. Там понятно, что ну что, вы верите, что 8 лет там они ничего не делали, не работали. Уже понятно. Там поменялось куча директоров. Там... Послушайте, я уже привык, а потом за давностью. Вот это страшно, что мы привыкли к этому. Страшно. Поэтому мы уйдем на рекламу, чтобы посмотреть, хоть что-то у нас развивается. Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза. И мы продолжаем нашу беседу с заместителем председателя парламента Республики Молдова, господином Александром Слюсаревым. Александр, ведь есть наболевшие вопросы, которые все-таки связаны с тем, что безнаказанность наших политических кругов ввели к этой экономической яме, которую мы сегодня видим, чувствуем и знаем. Вот смотрите. Молдавская ГЭС. Как ее могли продать за 28 копеек? Образно. Вы в курсе? Я в курсе, что ее продали, я не знаю. Но это имущество государства. Это имущественное государство. Вы вообще не слышали об этом? Нет, я слышал. Это было в конце 90-х. Я еще был студентом. Удивительно. Как? Уже после двух лет в парламенте не очень удивительно. Удивительно, что никакой реакции не было. А на что у нас? И мы ее не владеем. А на что у нас была реакция? У нас приватизация, за исключением, может быть, аграрной реформы, где крестьянин хоть землю получил, у нас приватизация была по такому принципу. Предприятие должно быть обанкрочено, должно быть максимум украдено, а потом, что останется, должно быть продано за копейки. Это у нас была промышленная приватизация. Но Молдавская одесса не была обанкрочена, потому что вырабатывали... Принцип примерно такой же. Принцип примерно такой же. И всегда были денежные интересы всех тех, кто этим занимался. У нас, к сожалению, за 30 лет... Почему так много людей разочаровались в молдавском государстве? Потому что все 30 лет менялись, менялись, выбирали того, того, того. И в конце концов, все равно, те, кто у власти, они приходили для того, чтобы решать интересы, для того, чтобы развивать коррупцию, для того, чтобы высасывать деньги из экономических агентов, из экономики, из граждан. И никто никогда не понес ответственности. Покажите мне за 30 лет хотя бы кто-то, чтобы понес реально ответственность. Мы не будем в политические процессы. Да, мы там видели... Но один только Филат. Того, Филат, Платон, того, того. Это уже было, скажем, в рамках политических разборок. Потому что Платон должен сидеть больше, на мой взгляд. И то, что он сделал с Ландроматом, это отдельная песня. Но вот реально, я, по крайней мере, скажу, государственные чиновники, которые участвовали во всех процессах приватизации, которые продавали за бесценок нашу собственность за рубежом, ни одного человека не посадили. Мы возбуждались десятки уголовных дел, находились сотни стрелочников. И вот когда железной дорогой сейчас занимались. Ну все знают, что дойная корова. Ну все знают, что наварились, когда дали нам информацию прокуратура, Центр по борьбе с коррупцией. Из 23 уголовных дел, 2 уголовных дела находятся на стадии рассмотрения. 4 переданы в территорию, остальные прекращены за отсутствием состава преступления. Напомните, первые хищения, кто совершал, которые были вскрыты. И было возбуждено уголовное дело. Вы знаете, мы же... Но он возвратился обратно. Мы взяли по железной дороге, мы взяли только период с 2010 по 2020 год. Зря. Зря. Потому что я, например, настаивал, когда голосовалась комиссия, чтобы взяли за весь период. Потому что, например, вот этот судебный иск, по которому мы можем потерять 70 миллионов евро, железная дорога, он возник до 2010 года. И многие вопросы есть и к предыдущему руководству. Но тогда железная дорога еще держалась на советском наследии. Тогда шли дивиденды какие-то в бюджет. Вагоны использовались. Может быть, воровали еще ни в такой пропорции. Ну и как бы было политическое решение. Понятно же, до 2010 года были ли у социалисток так или иначе были причастны к власти. Давайте возьмем с 2010 года. Пришлось согласиться на это. Но я с вами абсолютно согласен. Взять надо было сначала независимостью, что было по железной дороге. Но в любом случае, то, что было для меня поразительно, что я смотрел, что там творилось, ремонт пашканов, потом покупка локомотивов, как воровалось дистопливо, как экспедиторские фирмы. Там просто прошел этот смотрящий Викол и Байда, которые просто их поставил Плохотнюк там. Плохотнюк, у него было отдельное умение. Он простое воровство доводил до совершенства развитых схем. Когда там уже ставилось на такую организацию, эти вот фирмы экспедиторские к ним приходили. И информацию нам предоставил СИЗ. Кстати, приходили, говорили, вот столько вы платите. Два доллара за каждую тонну груза. Вот это будет вы туда, эти деньги туда, эти сюда. И вот мы работаем только с теми фирмами, которые платят. Потом пришли украинцы уже за транзит, потому что мы же были все-таки транзитной зоной какой-то. Представитель Плохотнюка сказал, вот за транзит столько платите. Тот покрутил у виска, сказал, я олигарх, я пойду лучше дам деньги, чтобы мы сделали отдельную ветку от Измаива в Румынию. И она, ветка, уже сейчас работает. И Украина уже нас обходит, и мы уже потеряли транзит. Только потому, что Плохотнюк хотел срубить денег. И вот по всему этому есть полная информация СИЗ. Полная информация. Мы имели слушание, это попало в отчет. 23 уголовных дела Центра по борьбе с коррупцией, десятки дел в прокуратуре, ничего. Послушайте, документы подписываются руководителям Балдавской железной дороги. Почему они не арестованы, почему они на свободе, почему не осуждены? Я имею такое же возмущение, потому что я всех уголовных дел не видел. Я только видел информацию по локомотивам, по этим схемам, которые я вам назвал, вообще ни одного уголовного дела даже не возбудили. Потому что это все бушло неофициально. Понятно, что ни одна экспедиторская компания сейчас не рассказывает, сколько она давала. Вот там один из них, кто активный был в этой схеме, он сейчас претендует быть директором железной дороги. Там вот конкурс закончится на следующей неделе. Да, и он это вот открыто идет и вот это делает. Никто, понятно, об этом не говорит, но СИЗ имеет всю эту информацию. Всю эту информацию он отдал в прокуратуру. Всю эту информацию он отдал в Центр по борьбе с коррупцией. Ни одного уголовного дела по этим эпизодам нет. А там, где были уголовные дела, в прямом перемойственном смысле поймали стрелочников на железной дороге, которые там украли 2 литра солярки. Ну понятно, слушайте, если бы еще пионеров там задержали. Нет уже пионеров, так бы задержали. Да, ну назовем скауты, давайте так, скаутов возьму. А ведь все знают, что это была дойная корова для всех политических сил. И в Молдове, ну по-русски Молдаве, но хорошо, как положено Молдова. Смотрите, я не слышал, чтобы разобрались с дистопливом. Вся Молдова знает, закупалась с дистоплива и реализовывалась для обналички через автозаправочные станции. Качество хорошее, высокое было. Чтобы обналичить это. И вообще об этом не слышно. Хотя, я говорю, вся Молдова, все бизнесмены, маломальские, причастные к какому виду бизнеса, знают так, как говорят, ну за сколько он стоит? Ну стоит за 10 тысяч там в год. Этот стоит за 100, этот стоит за миллион. И все знают. И у нас ни одно из силовые ведомства на это не обращают внимания. Да, это правда. За долю, что ли? А что за долю? Давайте я вам так скажу. У нас вообще, те, кто занимаются топливом, это отдельное государство, которое не то что крышует политики, а не крышует политиков. Они имеют свои интересы. И сколько мы кричали о том, что у нас цены никогда не повышаются в зависимости от катации нефти на международных рынках. Котировках. Когда цены повышаются, вернее так, скажем так. Когда цены повышаются на мировых рынках, наши бегут впереди планеты все. Мы тут же становимся частью мировой экономики. Когда цены там понижаются, мы имеем свою специфику. Поэтому я смеялся их мотивацию на повышение цен. Знаете, почему они просто оболгали всех? Потому что повышения и не было. Котировок на мировом рынке. Они говорят, вот с такого времени мы вообще бедные. Да, кофе только покупаем. И мне стало до того смешно. Вы знаете, что обман просто обнажен. Вы это чувствуете? И с глупостью. И еще. Ведь они обвалили сейчас экономику с повышением цен. У нас любые грузы транспортируются, связанные с дизтопливом. Сельхозы у нас работают. Абсолютно. Я 10 лет занимался этим неправительственной организацией. Мы тогда не имели еще этой информации. Мы с ним чувствовали. Я видел, какие цены на нефть. И я видел, что нет никакой связи, когда они повышают. Особенно, когда надо было понижать. И вот я всегда воевал с Санре и с Советом по конкуренции. С Санре я уже устал верить, что там что-то произойдет. Там надо все-таки будет, наверное, делать какие-то кадровые выводы. Но Советы по конкуренции сейчас впервые. Они вот так всегда дрожат с этой бумагой. Вот впервые то, что я всегда знал, имел как бы основания подозревать. Совет по конкуренции выдал отчет на 136 страницах. Где пунктуально показал, как за два года менялись у нас цены на... Я не могу опубликовать пока весь этот отчет. Я опубликовал только его результативную часть. Ну, понятно. Значит, 10 раз менялись цены за два года. И ни разу. У них есть телефонные переговоры, почтовые. Они, наконец-то, этот Совет конкуренции под нашим давлением пытался хотя бы сделать это расследование. Значит, эти цены повышались по любому принципу. Но только не по принципу увеличения котировок или понижения котировок. И вот что страшно. Координировано, концертировано это все сделано. Видно, как они координировали между собой. Когда ты повышаешь, когда я повышаю, почему повышаем, когда повышаем. А мы провели слушание в комиссии по экономике и бюджетам. И они настолько обнаглели. Просто один представитель одной нефтяной компании говорит, что вы от нас хотите. Нас в 2018 году за пару месяцев до выборов вызвал Плохотнюк. И сказал, на предвыборный период цены не трогать. Мы сказали, хорошо. А потом в 2020 году, мы вообще не дожидаясь до дона, мы сами так решили, что не будем трогать цены. Но мы же прекрасно понимаем, что потом вы, когда если вы 3-4 месяца не трогаете цены, потом вы всем шкур с народа сдерете, чтобы вы же не будете в убыток себе работать. И вот это два случая, и между прочим, этот момент зафрагментирован в этом отчете Совете по конкуренции, как признак доказательства картельного сговора. И вот я сейчас жду 12 мая стекло с урок, когда они должны были отреагировать, эти нефтяные компании. Я тогда сказал, от чего вы дрожите? Опубликуйте этот отчет. Нет, мы боимся. Ну вы же понимаете, эти все нефтяные компании, они держат того, держат того, держат этого. Я видел этот председатель Совета по конкуренции, вот так дрожал с этим отчетом. Подпишитесь, что вы не разгласите отчет. Я говорю, не буду я ничего подписывать. Подпишитесь, сейчас подписалось. Я говорю, я не буду ничего подписывать. Наконец-то я увидел, после 30 лет независимости, я наконец-то увидел то, что знают все граждане. Вы наконец-то через 30 лет сделали наполовину свою работу. И вы сейчас сидите и дрожите здесь. Публикуйте быстрее, принимайте решение. Там будет штраф. Я надеюсь, что 6 компаний будут оштрафированы на большую сумму. Подождем. Вот именно. Потому что я знаю, какие у них есть возможности. Они протестуют в нашей судебной системе этот штраф. Но, по крайней мере, впервые доказательная база, легальная органа, которая за это отвечает, не скрипник со слоссарем. А что скрипник? Скрипник не вообще. Мы с вами это знаем. Мы с вами говорим об этом. А тут есть отчет, где названы компании, названы все акции, их действия, что они делали, как они это делали. Дана оценка в соответствии с законодательством. Мы требуем, чтобы этот отчет уже опубликовали, чтобы вызвали эти компании. Сейчас уже Анре будет устанавливать максимальный плафон, который может стоить солярка и бензин. Но самое главное, вы правильно абсолютно сказали. Вот у нас за 4 месяца 7 раз повысилось топливо. И обрушили экономику. А при этом цены... Вот когда первое повышение было, цена на нефть была 70 долларов за баррель. Вот сейчас она в течение 4 месяцев колебалась очень сильно, но ни разу не превысила 70 долларов. Был момент, когда стоило 60-61 доллар. В прошлом году стоило и 45, и 50, мы уже молчим. А летом стоило 30 стоило. 35 было. Так 30-25 было. И ничего не происходило, не снижалось. Можно вам вопрос? Конечно. Здесь понятно уже все. Вы очень понятно сказали. Но вопрос. Сколько стоит, то есть сколько весит 1 литр дистоплива и 1 литр бензина? Не, ну они... Не, не, я задаю вопрос. Что вы имеете в виду? Ну получают в тонны? Или килограмм, да. Не, 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 килограмм нет. Они получают в тоннах, а переводить надо в литры. И там у каждого бензина 95-98-го солярки есть свой коэффициент. А почему я сказал? В одной тонне 1300 литров. Там 1300, 1330, там зависимость от 95-98-го и в меньшей степени солярка. В солярке в тонне метрической где-то 1164 литра солярки. Да, и на этом еще есть. И я понял, к чему вы... Скажите, пожалуйста, вы видели или слышали контрольные закупки, чрезмерники, выдачи наших бензоколонок? Не, не слышал никогда. Никогда не слышал? Никогда не слышал. Я вообще не слышал, чтобы эти колонки кто-то в этом плане проверял. Но их же опечатывают, вы знаете? Их опечатывают. Я знаю только случаи, когда у одного из собственников этих вот... Ребятам Плохотнюка захотелось забрать, и вот они тогда забрали у него, и он сидел в тюрьме, и там... Это известный случай. Я знаю, когда туда приходит контроль, когда это нужно политически кому-то. А, только так? Я никогда не слышал, чтобы представители нефтяных компаний говорили, что у них есть проблемы с государственными орденами, с контролем, со всеми делами. Никогда не слышал. Я почему это знаю? Потому что я когда-то работал на нашей Кишиневской нефтебазе. На слушаниях в комиссии. Там все опломбируется. Все опломбируется. Кто опломбирует? Или пломбирует? Не знаю. Не знаю? Не знаете? Ну, если знаете, скажите мне. Я займусь этим. Я не знаю, кто пломбирует. Я знаю точно, что у нас на... Не только на этом рынке, но на этом рынке существует вопиющий картельный сговор, и что наши граждане, и наши экономические агенты, и наши аграрии платят... Ну, вот я делал расчеты, что минимум 2 лея, а вот есть расчеты за прошлый год, что переплачивали по 3-3,50 лея лишних за каждый литр бензина и солярки. Так же, как мы переплачиваем за электроэнергию. Согласен. Вот. Не обоснованно. Я так считаю, по крайней мере. Но, так как вы парламентарий... Скажите, пожалуйста, вот действие этого парламента, или предыдущего парламента, почему закон о реституции у нас не работает? Реституция вы имеете в виду... Возврат имущества. Возврат имущества прежним собственником. Ну, мы же европейцы. Ну, это вопрос... Нет, вопрос нормальный. Это вопрос нормальный. Почему я рассматривался? Он рассматривался, насколько я помню, по крайней мере, вот что касается... Когда? В 91-м году, что касается земли. Вот он рассматривался, что касается... И имущества. И имущества. Ну, скажем так, здесь сталкивается проблема юридического свойства и проблема социального свойства. Потому что понятно, что есть действующие владельцы. Вот я помню по земле, сколько было споров. Кстати, и не во всей Восточной Европе пошли. Например, Румыния применила частично по земле. Они, когда приватизировали, они сказали, что вот бывший собственник имеет право получить 10 гектаров. Не более 10 гектаров, даже если у него было 100. А дальше все там делится тоже по колхозному принципу. У нас бывшим собственникам просто наделили долей эквивалентной земли. Вот 1,5 гектара, 2 гектара. Сколько вот всем наделяется. И ему тоже, ему или его потомкам наделяется. По имуществу, ну, например... В Румынии все-таки королю. А далее мы убедили его оставить... Моему отцу дали определенную компенсацию. Он был тоже из репрессированных. Вот они вернулись. Им даже вот, когда в 89-м году им дали компенсацию. Понятно, что она далеко не соответствует тому. Но я вам еще раз говорю. Здесь столкнулись две проблемы юридического свойства и социального свойства. И еще раз говорю. Я не в оправдании, но я говорю, что и в Восточной Европе тут тоже были свои сложности. Хотя с точки зрения... Прибалтика все отдала собственникам. Кто бы не был... Ну, там тоже были определенные ограничения. Через суды... У нас один человек, он уже умер. Вот. Он получил свое здание только благодаря Европейскому суду. Это очень сложно. Почему не работает закон? Нет, он не работает. А у нас этого закона... Сейчас умирают собственники. Собственники. Да, я согласен, что это... Здание. Здание. Вот сейчас умер собственник того здания, которое существует по сей день. Там, где... На Малой Малине, где дворец Сербской Королевы был. Не ниже. Фактически, приватизация произошла незаконно. Незаконно. Не на основании каких-то документов. Сейчас там магазин, второй этаж, двухэтажное здание. Вопрос, я это же не просто задал вам. Вы не просто человек, который делает что-то в парламенте. Вы представляете волю народа. Мне задают вопросы. Я задаю вам. Закон есть. Реализации нет. Я скажу свое мнение. И почему за эти годы не рассматриваю? Я думаю, что, опять же, вся основная проблема сводится, опять же, к бедности. Потому что, опять же, как должен механизм работать? В чем здесь самая главная проблема? Что ведь та собственность, которую отобрали, та земля, то здание. Или земля под зданием. Даже здание не очень может быть интересно. А земля под зданием. Там есть те нынешние владельцы. Они имеют с юридической точки зрения статус добросовестного приобретателя. Государство, чтобы... Нормальное государство. Что должно делать? Государство цивилизованное, богатое. Оно делает реституцию. Оно возвращает преждему владельцу. А добросовестному приобретателю тоже должно что-то выплатить компенсацию. А у нас в Молдове, учитывая... Стоимость, за которую оно было приобретено. Там разные есть механизмы. Но в любом случае, тот добросовестный приобретатель, он не виноват. Хорошо. А у нас, когда все разборовали... Вы по Садовое проезжали? Ну, по Садовое. Кто из нас не проезжал по Садовое? Старые особняки, видели? Видел. Ну, больше половины, процентов 60, они принадлежат Молдове. Ну, Молдове. Государственная. Государственная? Вы имеете в виду государственная собственность? Ну, хотя бы как поворачиваешь на Ханчешскую. С той стороны вы видели? Государственная собственность. Почему государство не отдает владельцу? Ну, в данном случае... Тут надо каждый случай рассматривать отдельно. Вот. А закон-то не работает? Ну, я же вам предположил. Почему это происходит? Если в данном случае надо смотреть, я думаю, есть какая-то схема, есть какой-то коррупционный интерес. Зачем отдавать, если мне ничего не заплатили за это? У какого-то чиновника. В других случаях, думаю, нет денег, чтобы компенсировать все эти затраты. В третьих случаях, как в колхозах было. Я вам скажу, вот в 91-м году, когда делался земельный кодекс, одна из идей аграрной реформы была отдать землю бывшим собственникам. И с точки зрения экономики, вот если посмотреть чисто экономически на эту, земли, там же было 10-15 собственников, с этой точки зрения земля консолидирована, она в больших этих вод, она обрабатывается лучше. С этой точки зрения был бы плюс. Но что было делать с несколькими тысячами колхозников, которые работают, обрабатывают свою землю, работали в этом колхозе, если с ними что делать? Они будут батраками, потому что те, кто заберут эту землю, они, может, продадут, может, не продадут. Им нужны рабочие места, им не нужны рабочие места. Здесь дальше уже капитализм. И вот то, что я вам сказал, принцип социальной напряженности вступил в противоречие с юридической. И приняли вот такое решение в Румынии, приняли так, как я вам сказал. Часть земель отдали бывшим владельцам, часть поделили колхозникам. У нас пошли по пути полной социальной справедливости, отдали людям, потому что тогда реально встал вопрос, что если мы отдадим землю бывшим владельцам, просто начнутся бунты в селах. И это был 91-92 год. В Молдавии? Да. У нас в Молдавии, тогда еще называлось Молдавия. Да. Скажите, пожалуйста, бунты, где вы видели в Молдавии бунты? Ну, когда у вас забирают землю, вы понимаете, когда... Какую землю, она колхозная была? Ну, колхозная, но это как бы люди смотрели на это, что как делают сейчас землю... Колхозная... Колхоза не будет. Вот смотрели так. Колхоза не будет. Я, например, я сторонник частичной реституции. Вы меня не убеждайте. Я вас не убеждаю. Вы в повласть не агитируете. Я сторонник частичной реституции. Но я помню, вот сколько было разговоров тогда в селах, что если мы отдадим бывшим владельцам, мы будем батарками, у нас не будет вообще ни гектара земли, мы должны будем работать, не будем работать. А так у нас хотя бы будет кусок земли, и мы этот кусок земли передадим нашим детям. Поэтому наши колхозники в массовом порядке поехали в Португалию, которая была в... Это произошло через 10 лет уже. Это произошло через 10 лет. ...последние и подняли там экономику до уровня европейских стран. Ну, я вам говорю, вы говорите уже то, что произошло в 2000 году. Я не говорю то, что произошло. Ну вот колхозники бросили свою землю. Посмотрите, сколько брошенных земель. Ну, брошенных... Много. Все меньше и меньше брошенных. Земля будет иметь спрос, земля будет иметь... Земля. Другой вопрос, что... И потрачить будут. Только что у нас сейчас идет поддержка, и у нас идет концентрация экономики в руках холдингов, нескольких холдингов, таких как Трансоэл, таких как другие компании, и что они вытесняют мелких и средних фермеров, и что они забирают все больше и больше земли. Это факт. И вот это очень опасная тенденция, потому что таким образом добивают села. Ну что? Все я вам вопросы задал. Единственное, что я понял, у нас власть в безвластие. Понимаете, в чем дело? Ну, некому обратиться. Даже депутатов и должности зампредседателя парламента. Ну, что поделаешь? Солявих. Такова жизнь у нас. Спасибо, что вы пришли на программу. Вам спасибо. Что я вас выслушал. Время пролетело незаметно. Попросил бы вас передать своим коллегам по партии, чтобы они все-таки, когда их приглашают, приходили. Не, ну, у нас, мы к прессе очень уважительно относимся. У нас, я вам сказал честно, есть проблема, опять же, у вас передача на... Это не проблема. Это хорошо, что у вас передача на русском языке. У нас не все владеют, и есть этот момент, не все владеют достаточным уровнем русского языка. Да, только в этом проблема, а в другом мы уважаем всю прессу. Передайте мое пожелание. Обязательно. Пожалуйста. А нашим телезрителям большое спасибо, что вы посмотрели нашу программу. Всем вам счастья, здоровья и благополучия, насколько это возможно. Вам спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok